Интернет-магазин «Аудиобук.уз» представляет Сергей Бородин «Звёзды над Самаркандом» Исторический роман Книга первая «Хромой Тимур» Читает Елена Бурова Книга первая «Хромой Тимур» Часть первая Год 1399 Прозван бысть Тимирь Аксак Тимирь бо зовётся татарским языком «железо» Аксак же «хромец» И так утолкуется «железный хромец» Яку от вещи и от дел имя приял Никоновская летопись Первая глава Сад Темна Тепла самаркандская ночь Листва ночного сада черна Тьма под деревьями Подобно спёкшейся крови Над мраком сада Сияет серебряное небо И тонкая струя ручья Отсвечивает в ответ Небесным светилом Постукивая камушками дна Словно перебирая Перламутровые зёрна Нескончаемых чёток Тишину в саду строго велено Блюсти до утра В этом саду Спит Повелитель мира Старый Тимур вернулся домой Из победоносного похода В растоптанной Индии Ещё не осела пыль Поднятая копытами его конницы Ещё идут сюда караваны Гружённые несметной добычей Идут слоны и табуны коней Идут раненые По длинным дорогам Через горы, пустыни Мимо могил И развалин В старом густом саду На окраине Самарканда На ореховом полу У двери раскрытый в сад На стопе стёганых одеял Спит Тимур один Хмуро вдыхая прохладу Родины А под деревьями у ручья В распахнутом шёлковом шатре Спит старая жена повелителя Сарай Мулькханым Старая, седая, почерневшая На ветру и зноя бесчисленных дорог Всюду побывала она Волочась за ним по его воле Видывала битвы и зарева В песках хорезма Когда муж приказал срыть С лица земли дерзкий город Ургенч Срыть Ургенч Посмевший укрыть Лживого хусей на суфи Терпела морозы и метели Когда муж пошёл помочь Тохтамышу сесть над золотой ордой Нежилась под сенью садов Шираза Где зрели сладостные невиданные плоды Опасливо глядела на зелёную ширь Каспийского моря Когда шли поворошить Азербайджан Где на серебряных блюдах подавали ей тяжёлых осетров Отваренных в меду с красным перцем Дивилась высоте гор И чистым потоком В тесноте грузинской земли Где ей понравилось Тёмное мясо туров Печёное на углях Пила густое, как чёрная смола И нежное, как молоко Вино Армении Когда ветер, благоухающий розами Раздувал края её шатра Стоявшего на склоне багровой, каменистой Бесплодной земли Старшая из жён Лишь изредка Издали видела она длинного, хромого мужа Не желавшего ходить без неё в походы И в походах не желавшего ходить к ней Видела она много рек Но просторнее и страшней Аму нигде нет Видела пустыню Афганистана И дворцы Кабула Куда свозили к ней сокровища Из растерзанной Индии Он свирепствовал там, далеко от неё Но день изо дня являлись от него гонцы Справиться о её здоровье И вручить столь редкостные подарки Каких не видывала она и во сне Но на что не глядела Чему не дивилась, чем не тешилась Милее самаркандских садов места на земле нет И вот спит она крепко Дыша запахом сырой глины По которому тосковала во всякой иной стране Но семилетний мальчик рядом с ней Не спит Он лежит возле бабушки Откинув голову на худенькие запрокинутые руки И глядит в небо А в небе между чёрными крыльями ветвей Вспыхивают звёзды Меркнут, трепещут То будто на краю ветвей То будто в непонятном далеке Если они далеки, велики А если на краю ветвей Подобны огненным бабочкам На широких коврах вокруг шатра Спят бабушкины рабыни Персиянки, армянки Спят, не смея и во сне Вольно вздохнуть Лишь звякнут с просонок Браслетом ли о браслет Серегой ли о пожерелье Мальчик смотрит В серебряную бездну небес Дивясь сочетанием созвездий Тёмен и тих сад Неслышно несут свой караул воины Ходят, сопровождаемые Огромными степными псами Ходят неслышные, невидимые Да в дальнем конце Едва просвечивая из-за деревьев Горит костёр Там, у суровых резных ворот Стражи, сменившись с караула Над углями пекут печёнку А на огне, в широком котле Варят просеную бузу На старом ковре сидит начальник Караула Кайшик Он в походах умеет прибрать К рукам всё До чего бы не дотянулись руки А до чего руки не дотянутся Дотягивается мечом Позёвывая, нежится на шерстяном Чекмене неразговорчивый Дангаса, готовый слушать Сквозь дремоту любой разговор Лишь бы самому не говорить Каменным лбом повернулся К огню догал С достоинством крутя Между пальцами длинный Свисающий уз Но быстроглазому Аяру не сидится То он возится у очага То, присаживаясь на корточке Вмешивается в разговор Днём он прискакал из Бухары Гонцом от правителя города И теперь, как и эти Отслужившие караул воины Свободен на всю ночь И на весь последующий день Аяр носит бороду Но она так редка Что её и не видно На изъеденном оспой подбородке Лишь ладонь порой тревожно Касается подбородка Не растрепалась ли борода Огонь временами Разгорается жарче Багряные отблески вспыхивают То на позолоченных скобах Грузных ворот То на медных бляхах Вбитых в резное твёрдое дерево То на острых шлемах Кайшика и Дагала На стальных наручьях Аяра На золотой серьге Дремлющего Дангасы Разговаривая негромко Стража поглядывает То нетерпеливо на котёл То несмело в темноту сада Туда, под сень деревьев Не велено ходить никому Там, вскрытой тьмой и тишиной Отдыхает их повелитель Каждому доводилось Видывать его издали и вблизи В толчее битвы Либо в дыму пожаров По его слову Убивать или рушить Умирать или грабить Лицезреть его гнев на врагов И досаду его Если вопли покорённых народов Ему мешали Но видеть его в этом саду Не смел никто из воинов Здесь он отдыхал от войн Дымок костра, ударяясь За копчённую стену Розоватым туманом Расплывался между деревьями И сад казался за дымом Ещё глуше Как глубина моря Разговаривали негромко Чтобы слышать малейший шорох Из сада Неподвижно Сторожко лежали псы Большие, свирепые С круглыми ушами Обрезанными, чтобы слух Их был чутьче С хвостами обрубленными Чтобы шаг их был легче Но и глаза псов Тревожно косились На шелесты и лепеты листьев Мешавших слушать сад Кайшик ворчливо Припоминал богатства И диковины Пограбленные не им Сокровища Индии Языческие древние храмы Где со стен свисали покрывала Расшитые жемчугами и рубинами Где выселись идолы Выплавленные из красного золота А самоцветные каменья И алмазы сияли на щеках На лбу На ладонях На запястьях идолов Стены Изукрашенные каменными Извояниями птиц Зверей И многих бесстыдниц Окаменевших в танце В одних лишь браслетах На щиколотках Живых людей Некогда было разглядывать Золото блистало На женщинах На мужчинах На детях Крутя ус Догал презрительно сплюнул Жалкий народ Не искал жалости Но Аяр Глянув сквозь улыбку Строгим карим глазом Не согласился Кто не ищет жалости Не жалок А страшен С тем берегись Кайшик Начальник караула Посмотрел на Аяра Удивленно Не нам ли страшен Если б Аяр Не был испытанным гонцом А в гонцы отбирались Лишь самые бесстрашные Самые верные И самые сообразительные Из воинов Воин из-за которых Поручался кто-нибудь Из самых сильных людей Кайшик заподозрил бы Что Аяр в Индии Арабел Но Аяру почудилось В удивлении Кайшика Недоверие К смелости его И он скрыл Свою обиду Усмешкой Не каждому дано Сердце льва Вам дано А из нас кому Равняться с вами Кому В недоумении Поднял брови Аяр Дагалу показалось Что Аяр Заискивает Перед начальником караула И он взглянул На Аяра презрительно Из-под своего Плоского Тяжелого лба Но Аяр Пренебрег Этим взглядом Досказав Если б не шли Вперед львы За кем бы плелись Остальные А? За кем? А мы тогда И не пошли б Неожиданно Проговорился Дангаса Дагал удивился А сокровища Так и остались бы У язычников Кайшик Рассердился Что ты? Зачем? Нам самим надо? Дангаса На своем Чекмене вздохнул А по многу ли Нам досталось? Кайшик Грозно Приподнялся Как? Как ты сказал? И я-то Встревожился Дангаса Но Аяр Выручил его Он не сказал Он спросил То-то Замолчали Глядя в огонь Кому охота Перечить начальнику С врагом Не церемонились Но своих Начальников Волновать Не смели За этим Строго Следил Тимур Молчали Глядя В огонь Виделись им В огне Недавние Видения Иной Страны На деревьях То тяжелые Плотные Листья То легкая Перистая Листва Цветы Большие И лоснящиеся Как медные Щиты Идольские Храмы Облепленные Причудливыми Извояниями Костяные Троны Изукрашенные Резьбой Золотыми Кружевами Горячие Лошади Накрытые Ковровыми Чепраками Седлами Красных И зеленых Софьянов Тисненных Золотом Слоны Слоны Огромные Как горы Послушные Как телята Слоны С беседками На спинах А в узорных Беседках За прозрачными Занавесками Такие Много Ходили По земле А этакого Не видывали Ответил Своим Раздумьем Дагал Еще Поглядим Неторопливо Сказал Дангаса Ну Усомнился Дагал Разве Он Успокоится Опять Нас Поведет Куда Он Знает Где Лежит Золото За Тысячи Верст Видит Он Знает Как Его Брать Думаешь Пойдет Дангаса Развалившись На своем Чекмене Ответил Твердо Пойдет Глаза У всех Одинаковы На свое Радуются На чужое Зарятся Кайшик Забеспокоился Нет ли Дерзости В таких Словах Прыток Ты Пойди Ко к сотнику Скажи Пора Со двора А он Тебе Ладно Спасибо Брат Без тебя Не догадался Б В поход Не собрался Б Все Поняли Такой разговор Опасен Сотника Учить Кто Дерзнет Аяру Смехнулся Пропустив Бороду Под ладонью Дело Воина Блистать Мечом А не Языком Дангасас Молчал Но Обиделся Никогда Он Не мешает Другим Говорить А самому Случилось Слово Сказать Каждый Норовит Прицепиться Опять Неподвижными Глазами Уставились В огонь Опять Виделись Им В огне Недавние Дни В Индии Как Трещали Шелка Когда Их Сдирали Со Стен Храмов Вместе С написанными На них Богопротивными Изображениями Как Будто Зерна Сыпались В медные Кувшины Самоцветные Камни И Алмазы Как Рушились Разукрашенные Идолами Как Живыми Стены Храмов Рушились Во Славу Аллаха Ибо Тимур Повелел Не щадить Идольских Притонов И кумирин Противных Исламу И слугам Его Как Вопили Женскими Голосами Языческие Жрецы Видя Поругание Своих Святынь Бородатые Ахилые Как Старухи Как Женщины Кидались На воинов Тимура Пытаясь Ножами Иглами Ногтями Зубами Дорваться До горла Даже Под мечами Корчась Призывали Гнев Своих Буд На помощь Дети Прыткие Как Обезьяны Со стен С деревьев Из расщелин В развалинах То камнем То осколком Стены То хоть Обломком Дерева Изловчались Кидать В непобедимых Воинов Тимура Схваченные Не смирялись Вгрызались Зубами В руки Не ждали Жалости Не просили Милости Буза Закипала В котле Виделись Города Индии Не такими Какими Их брали А какими Покинули Осколки Из украшенных Стен На дорогах Обгорелые Черные Костяки Садов Потравленные До голой Земли Поля А земля Плодородная Добрая Воды Много Но покрыли Ту землю Не зернами А трупами Смрадом От гниющих Тел Лежали На земле Старые Молодые Женщины Дети Не трупы Воинов Воины Полегли Прежде При защите Городов Трупы Простого Народа Который Хоть и за меч Не брался Но и в плен Не шел Строптивый Скрытный Непокорный Не желавший Открывать Своих Знаний Скрывавший Свои Ремесла И уменья Негодный Для рабства Народ Сто Тысяч Пленников Согнали Там В одно Место Чтобы Гнать Их Дальше К себе В Самарканд Сто Тысяч Ремесленников Художников Зодчих Разных Дел Умельцев Сто Тысяч Самых Искусных Людей Индии Их Дальше искусен, в какой науке славен, в каком деле силен. Нелегко было опознать мастеров во множестве прочих людей, но опознали, отобрали, собрали их по всем городам и трущобам Индии, погнали в одно место. Они шли, не поднимая голов, глядя лишь в землю, не говоря ни слова, не прося ни воды, ни хлеба, с опущенными руками, шатаясь от усталости и голода, шли, опустив глаза, не глядя на победителей. Будто столь мерзок был вид у непобедимого, бесстрашного воинства Тимура. А когда поставили их всех вместе в просторной и ссохшей котловине, он сам приехал взглянуть на них. Но и на него ни один не поднял глаз. Но и перед ним ни один не заговорил. Сто тысяч их стояло бессильных от дороги, ран, голода. И вокруг такая нависла тишина, будто не сто тысяч людей было здесь, а мертвая, вытоптанная земля Индии. И Тимур спросил. — Чего это они? — Ясно, намереваются восстать, — шепнул духовный наставник Тимура святой Сиид-Береке. Тогда сто тысяч людей, связанных, посиневших от слабости, вдруг начали поднимать головы. И взгляды их, встречая его взгляд, не трепетали. Все они прямо, свободно, бесстрашно смотрели ему в глаза. И победителю мира стало страшно. Тимур так круто поворотил коня, что конь присел. — Всех убить надо! — прохрепел Тимур и поскакал прочь. Не потупляя глаз, не отодвигаясь, не заслоняясь, молча смотрели они на ножи и сабли, хлынувшей на них конницы. Аяр встал вытащить головни из-под бузы, чтобы не так шибко кипело. Он любил возиться и стряпать возле огня. Дни Аяра проходили в седле, ночи на случайных ночлегах, и давно родным очагом казался Аяру огонек под котлом. Где бы не довелось его развести, в углу ли постоялого двора, в пустой ли необозримой степи. Виделся воином в жарких углях возвратный поход через пустыню, раскаленную до бела, где приходилось ноги коней обвертывать мокрыми тряпками, чтобы не полопались копыта. Виделись такие же, как эта ночи, когда стояло войско на левом берегу реки, ожидая своего череда переправляться домой. Когда пели соловьи в зарослях маслины в кустарниках, сились заглушить ржание несметных лошадей и голоса неисчислимых воинств Тимура. Когда от края до края земли горели костры, застилая на сотню верст небеса тяжелым жирным дымом, вдруг стража замерла, глядя в сад остекленевшими глазами, затаив дыхание. Из-под деревьев не слышно, будто не по земле ступая, а по воздуху, шел к ним ребенок в тонких шелковых зеленых штанах, в полупрозрачной алой рубахе до колен, в белой тюбетейке на голове. От цветы костра струились, будто стекая с алого шелка его рубахи. Лицо его было бледно, а глаза смело, прямо, пристально смотрели в глаза воинов. Ребенок шел к ним, а псы лежали неподвижно, прижав к земле головы и не сводя с него глаз. Воины не смели шелохнуться, не понимая, в явь ли видят перед собой это дитя, кажущееся прозрачным в его легкой одежде. Лишь Кайшик упруга вскочил на ноги, будто прыгнул в седло и, почтительно прижав к груди руки, склонился привет и послушание царевичу. И Мухаммед Торогай, внук Тимура, сын Шахруха, семилетний мальчик, поднятый с постели бессонницей, на покорный привет старого дедушкиного воина ответил благосклонным приветом. Мгновение он постоял молча. Стражи застыли перед ним вокруг истертого грязного ковра. Оружие их лежало по краям ковра, в котле клокотала буза. Аяр замер возле котла, не смея шевельнуть рукой, протянутой к головне. Легко скинув вытканные золотом кабульские туфли узенькими босыми ногами, мальчик ступил на заскорузлый ковер и сел. Тогда и воины, подобравшись, сели вокруг. Царевич повернулся к Дагалу, самому рослому и мощному из всех. — Звезды. — Да-да, — не понял Дагал, — куда показывает царевич? — Можно их взять руками? Воин, тысячи верст, прошедшие из края в край по земле, десятки городов рушивший, сотни людей изничтоживший, сам, стерпевший несчетное число ран, переспросил. — Звезды-то? — Да, можно их взять руками? Немало добра отнято у поверженных людей этими вот руками. Бывало и золото, случались и алмазы. Но Дагал беспомощно и сокрушенно глянул на свои мускулистые черные ладони. Не доводилось, а достать их. Немало дым, ну да. Дагал в собирах. Дагал в себе — Дагал в себе — Собирах. 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 Продолжение следует...